Всем привет! Наконец-то закончилась зима и мы снова решили возобновить наши поездки по заброшенным местам. Сегодня мы приехали в заброшенный дом отдыха Кудьма, в котором я отдыхал 40 лет назад. Сейчас мы пройдемся по территорию этого бывшего дома отдыха и посмотрим, что изменилось за эти годы. Мы стоим около главного входа в дом отдыха Кудьма. Здесь до сих пор осталась маленькая вывеска дом отдыха Кудьма и здесь был центральный вход в этот дом отдыха. Здесь вот была вывеска, я припоминаю, на которой было написано когда-то, что каждый человек имеет право на труд и отдых. Но сейчас этой вывески уже давно нет и мы пойдем по главной аллее. Здесь до сих пор лежит снег, который, вероятно, растает еще недели через две, потому что солнце сюда не попадает. Места здесь замечательные. Итак, мы идем по главной аллее. Что могу сказать? Дом отдыха Кудьма завершил свое существование в середине 90-х годов. Вот впереди мы уже видим бывшие корпуса. Сейчас в большинстве из них живут люди и живут в очень неважных удобствах, поскольку эти корпуса были предназначены только для летнего использования. Прямо перед нами мы видим столб, он остался с того времени, с площадкой для электрика. Дом отдыха Куда. Показать. Дом отдыха Куда. Дом отдыха Куда. Дом отдыха. Дом отдыха. Прямо перед нами мы видим звук Knufлев. Бholdлев. Прямо дыма virgin. Медом. На этом месте находился въезд в дом отдыха Кудма. Итак, впереди мы видим остатки кирпичного здания. Это была столовая, и сейчас мы подойдем к ней поближе и посмотрим, что от нее осталось. Вот она виднеется впереди. Здесь же остатки старых столбов, освещение. Вот они. Это когда-то была дачка, летний корпус. И мы идем дальше. Прямо перед нами бывший хозблок. Сейчас я к нему подойду. Я прекрасно помню те времена, когда он работал. Это был хозблок этого дома отдыха. Ну а впереди мы видим многие дачки, которые еще сохранились. И в них живут люди. Прямо перед нами кирпичная столовая. И сейчас я подойду к ней поближе. Вот она столовая, которая сейчас в крайне удручающем состоянии. Прямо перед нами. Потолок протекает, подсобные помещения, вот все, что осталось. Возьмите, подсобные помещения, вот все, что осталось. Возьмите, подсобные помещения. Возьмите, подсобные помещения. 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 Итак, мы отошли от столовой. И пойдем по главной аллее. Вглубь по территории. Вот эта главная аллея. Где-то в далеке лает собака. Надеюсь, она не злая. Вот столб освещения, который не горит очень много лет. И впереди мы видим красное здание. Сейчас уже сложно сказать, что в нем находилось. Но мы подойдем немножко поближе. Это красное здание из кирпича. Скорее всего, это была хозпостройка. Которая не функционирует уже очень много лет. И сзади нее очень похожее здание из белого кирпича. Подходить к ним мы сейчас не сможем. Поскольку путь нам преграждают сугробы. Сугробы еще довольно-таки глубокие. Прямо перед нами деревянный корпус. Вот такие корпуса здесь были в этом доме отдыха. Это корпус номер 9. Судя по всему, пол корпуса заброшено. Видимо, не жилой. А пол корпуса, видимо, жилой. Следующий корпус в гораздо лучшем состоянии. Там живут люди. Играет музыка. Играет музыка. Добро п我知道 pipoquи. Добро пожаловать кקбам. Играет музыка. Извин混з Corin. Играет музыка. Играет музыка. впереди мы видим здание клуба и сейчас мы к нему подойдем он тоже совсем удручайшем состоянии судя по всему в этом клубе я когда-то бывал и смотрел здесь фильмы здесь же проводились самые разные веселые мероприятия и так вот он монументальный величественный когда-то клуб сталинка из кропича сейчас я попробую к нему пройти через сугробы посмотреть и показать его вам снег здесь довольно таки глубокий я проваливаюсь по щиколотку но я не могу не подойти и не посмотреть вот фрагменты крыши нас подойдем к окну да крыша здесь практически полностью отсутствует но висят остатки старых обоев на стенах вот здесь был главный ход сейчас я немножко обойду и попробую в него зайти вот такое величественное было здание здесь когда-то я смотрел индийские фильмы это было начало восьмидесятых годов вот она надпись кудьма вот она надпись кудьма очень большой был клуб много разных помещений но пройти туда не представляется никакой возможности в принципе все видно отсюда фрагменты старой плитки все что осталось от того времени от того времени вот я обошел этот клуб вот так он выглядит с другой стороны стены стены которые были сделаны на века и пройдет немало времени когда они рухнут все это строилось для людей на долгие времена чтобы здесь отдыхали люди никто никогда не думал что придут такие времена когда мы сможем все это видеть в таком запустении до встречи Вот прямо перед нами еще один из корпусов Это был летний корпус Но впоследствии, как я понимаю, он был переоборудован в жилье Здесь жили люди И, видимо, не так давно здесь произошел пожар Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь же на главной аллее находился памятник Владимиру Ильичу Ленину К сожалению, сейчас его уже нет Памятники – это наша история Уничтожение памятников есть преступление против нашей истории Сегодня мы прогулялись по весеннему лесу и побывали бывшим дом отдыха Кудьма Надеюсь, что скоро снег уже совсем растает И мы сможем продолжать наши поездки по местам нашего прошлого Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok